Получить или сдать книгу за считанные минуты в любой день недели. Первая в регионе станция самообслуживания заработала в самой современной и молодежной, юношеской. До храма знаний и науки новые технологии добрались недавно, но тут же оправдали себя. Нужно просто прикоснуться к станции, приложить электронный читательский билет. У нас сейчас будут новые макеты билетов. Соответственно, сразу показывается ваша фамилия, имя и ваш список задолженностей. Точно так же вы кладете книжку, точно так же она записалась. В конце вы получаете чек из автомата, то есть квитанцию, до какого числа вы должны сдать эту книгу. Над автоматизацией работали два года. Если общение с бездушной машиной не устраивало, всегда рядом специалист. Но кто такой человек перед машиной? К примеру, за два года только местный книжный фонд пополнился четырьмя тысячами новых изданий. Как все упомнить? А ведь сведения о них в открытом доступе. Те, кто учились еще лет пять назад, очень хорошо эту ситуацию помнят. Стояли столы, столы, столы. Сидели люди, люди, люди. Делали курсовые, контрольные. Фонд был закрыт читального зала. Книги для вас приносили библиотечные специалисты. В этом году мы решили, что в библиотеке не будет книг под замками. Что весь фонд мы сделаем открытым и доступным читателю. И максимально приблизим его к тем, кому книга нужна. Обновился и кадровый состав. Молодежи теперь примерно половина. И как следствие множество проектов. Заработал отдел маркетинга, который продвигает библиотеку в интернете. Юношки теперь не только читают, но и играют, смотрят кино, мастерят и даже шьют. Подтянулись и различные молодежные сообщества. Есть такая у нас группа бродяжки. Они играют и поют на гитарах. И вот они очень долго скитались по городу, то собирались у себя на домашних каких-то концертах, пытались еще куда-то войти, но в результате они пришли к нам и здесь остались. И таких вот самоорганизованных клубов и сообществ сейчас на территории библиотеки около десяти существует. Появился и новый логотип. Разработал его дизайнер центральных программ и проектов Российского союза молодежи Павел Тараканов. Студенческая весна, студент года. Дизайн проекта Сыктывкарца уже давно ушли за пределы Коми. Но работать для родной республики ему приятнее. Я считаю, что дизайн это как соединение смыслов и плюс решение задач. Поэтому в новом логотипе, который мы разработали, воплотились следующие символы. Это книга на первой полке. Мы с детства, наверное, подсознательно знаем, что самые интересные книги у нас лежат на верхней полке. И чтобы до них дотянуться, нужно не только физически вырасти, но и духовно. То есть дотянуться внутри, интеллектуально. Обновления в юношке начались с интерьера. И это не только яркая мебель. Сотрудники библиотеки в постоянном поиске новых вариантов оформления. Здесь даже есть свои арт-объекты. Например, вот такой мотоцикл «Мотя» достался в дар от мотосообщества. Читателям даже разрешают двигать мебель. А уединиться с книгой можно где угодно. Не так давно в библиотеке изменилось расписание. Теперь посетителей принимают с 11 до 20. Так удобно молодежи. Таисия Жакова, Олег Костромин, телеканал Юрген, Сыктывкар.